Ранее бронирование. Есть ли смысл в этом или это основной развод турагентов? В этом видео я постараюсь ответить на эти вопросы. Бронировать тур сейчас или подождать горящий тур? Действительно ли выгодно ранее бронирование? Какие основные преимущества раннего бронирования и есть ли подводные камни? Когда нужно бронировать тур, чтобы цена была максимально выгодной? Когда начинается раннее бронирование и когда оно заканчивается? В этом видео я разберу все эти понятия и отвечу на все эти вопросы. Объясню когда и как бронировать туры, чтобы цена на них была максимально низкой. Но прежде всего я хочу сказать, что это видео не развлекательного характера, а информационно-познавательное. Поэтому я настойчиво рекомендую смотреть это видео внимательно и до конца, потому что вся информация, которую я даю в этом видео, взаимосвязана друг с другом. И если вы начнете ее смотреть с конца или середины, то вы не поймете всей сути. А те, кто хочет получить ответ о раннем бронировании в одном предложении, можете прекратить смотреть это видео прямо сейчас, потому что без досконального объяснения сути раннего бронирования вы не поймете ничего. Итак, начинаем. Раннее бронирование – это один из способов наряду с горящими турами сэкономить ваши денежки. За последние годы туризм очень поменялся. В первую очередь поменялся подход к формированию цены, и это напрямую связано и напрямую влияет на понятие горящие туры и раннее бронирование. Все из вас, конечно же, понимают фразу «раннее бронирование», которая подразумевает собой то, что бронируя тур заранее, вы экономите на его стоимости. То есть, купив тур в январе месяце с вылетом в июне, вы экономите свои деньги, по сравнению с тем, если бы вы купили этот тур в июне. Но самый главный вопрос туриста – действительно ли эта цена существенно меньше в декабре или в январе, чем в июне? Смотрите. Главным звеном в цепочке всего тура являются ательеры. Именно они хотят быть уверены, что летом их номера будут заполнены, и они готовы снижать цены зимой на проживание всех туристов в своих апартаментах в летний период. А вот компания туроператора, которая предлагает небольшую предоплату при определенном условии, и их каналы продаж турагенты берут на себя эти обязательства. Раннее бронирование, если мы говорим о летнем сезоне, стартует, как правило, в ноябре-декабре и заканчивается по классическим понятиям в конце апреля. Однако последние годы, туры с вылетом в августе, в сентябре и октябре, туроператоры продолжают бронировать даже в летние месяцы. И важно при этом понимать, что на протяжении всего этого времени цена тура потихонечку все же увеличивается. Здесь очень важный момент, который не все понимают. Например, какой-то тур в декабре на раннем бронировании стоит 1000 условных единиц. В январе – 1050, в феврале – 1100, в марте – 1150 и так далее. В начале января уже все туроператоры опубликовывают свои цены на летний сезон. Есть небольшие нюансы по разным сторонам, но обычно это так. Знаете, что если вы сегодня подбираете тур, то уже завтра он может быть дороже. Тут есть две основные причины, по которым поднимаются цены. Первая причина – это ательеры. У ательеров есть контрактные обязательства перед туроператорами, что они эти цены в определенный момент поднимают. Именно поэтому каждое первое число нового месяца поднимаются цены на 5-10%, как и написано в контракте. Несколько лет назад появилась вторая причина, которая повышает существенно цены – это сами туроператоры. А точнее, принцип динамического ценообразования, который присутствует во всех поисковых модулях туроператоров. Динамическое ценообразование – это такой программный алгоритм, если хотите искусственный интеллект, который мониторит системы туроператоров по показателям. Первый показатель – это цена. Причем на все отели. А второй показатель – сколько осталось билетов на самолет по определенным датам на протяжении всего года. А что делает этот алгоритм? Когда он смотрит, он пересчитывает и просматривает все даты по несколько раз в день. Он видит ежедневные продажи билетов. И если их остается уже немного, до вылета, еще достаточно времени, алгоритм автоматически поднимает цену. И причем, когда это может произойти, никто не знает. Потому что непосредственно люди, компании туроператора, к этому не имеют никакого отношения. Все расчеты делаются программой. Этот алгоритм видит загруженность самолетов на весь сезон. Поэтому никто из турагентов не может предугадать завтрашнюю цену на тур. Поэтому очень важно, если вам попалась цена на тур очень даже неплохая, и турагент подтверждает вам это, то нужно быстро брать тур. Поэтому делаю вывод. Расторопные туристы, которые могут быстро принимать решение и бронируют тур еще в декабре-январе, то их бронирование повышает цены для другой категории туристов. Тех, кто долго думает бронировать или не бронировать. Подешевеет тур или подорожает. Кто же зарабатывает вот в этой компании, в этот самый момент эти деньги? Тур стоил 1200, стал 1300 условных единиц. Это зарабатывает туроператор. То есть, если вы, бронируя тур в январе, могли бы купить хорошую пятерку, то в марте за эти деньги сможете себе позволить только средненькую четверочку. Операторы цены повышают, потому что есть спрос на билеты. Отельеры повышают цены, потому что у них продаются номера. И именно поэтому цены растут в случае высокого спроса. И, соответственно, отель, который в январе стоит 1000 условных единиц, в марте будет стоить 1200. При бронировании туры за несколько месяцев вы не только экономите свои деньги, но и покупаете тур на удобное для вас дату и время. Ранее бронирование дает шанс каждому туристу тщательно подготовиться к своему отпуску заранее и избежать стресса от необходимости все решать в последний момент. Акция на раннее бронирование 2025 года где-то уже началась, где-то скоро начнется. С традиционно приятными скидками для туриста, которые составят до 40-50%. Хорошего всем отдыха! Продолжение следует...